Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим салат Цезарь. Я лично сама перепробовала очень много вариантов этого салата, особенно соуса. И хочу предложить вам наиболее удачный, который прижился у меня в семье. И в гости, когда ко мне кто-то приходит и пробует этот салат, всегда спрашивают рецепт. Теперь он будет у меня в роликах. Давайте готовить вместе! Чарли, а ты что будешь делать, пока я буду готовить салат? Ты будешь учить Бородино, Чарли? Что там такое? Что? Что-то тебе нужно на кухне? Или я там разложила много всего интересного? Ну ладно, учи, Бородино! Сегодня я специально взвесила креветки после того, как их почистила. Изначально их было 658 грамм. Вот чек я вам специально поместила. После разморозки и очистки осталось 200 грамм. Вот 205. И в итоге получилась цена этих креветок не 600 рублей, как в чеке, а 1923 рубля. Я пересчитала. Вот думайте, как нам продают морепродукты. Ну, бог с ними! Кстати, можно заменить креветки на куриную грудку. Будет не менее вкусно. Если хотите, я вам покажу, как приготовить сочную куриную грудку. В общем, наши креветки я посолила, поперчила. У меня смесь из перцев. И добавила сушеный чеснок. Можно свежий. Сбрызну лимонным соком. И все перемешаю. Перемешала и оставляю их немного промариноваться, пока я буду готовить соус. Взяла два желтка и сейчас блендером буду их взбивать. Стараюсь, чтобы желтки попали у меня вот под этот, как он называется, под ногу блендера. И начинаю взбивать их. И потом тонкой струйкой начинаю, когда чуть-чуть в желток уже увидели, что вылез он на поверхности, тонкой струйкой я вливаю растительное масло без запаха. И при этом взбиваю. У меня здесь два желтка и белок от одного яйца. Я добавила растительное, подсолнечное масло, афинерное сначала. И еще половину из всего масла добавляю оливковое масло. Экстра вёрджин. И также продолжаю взбивать. Сюда же я добавляю немного перца, соли, один зубчик чеснока и ложку чайную горчицу. У меня сегодня дижонская, можно обычную горчицу. Все точные пропорции я напишу в описании в рецепте. Все добавляю сюда. И сверху еще сейчас, наверное, выжму лимонный сок. Буквально тоже пол чайной или чайную ложечку на вкус. Все это перемешиваю. И сюда же выжимаю сок лимона. Косточки не выжимайте. И все, опять блендером взбиваю, все вместе смешиваю. Как я не добавляю анчоусы, как в классическом соусе для салата «Цезарь». У меня есть тут приправа, соус такой, кимчи. И тут написано, что он прекрасно подходит для мяса, птицы, рыбы, овощей. Я его хочу несколько капелек сюда налить и смешать. Ну и достаточно просто придать интересный оттенок нашему соусу. Оттенок в смысле вкусовой. Наш соус для салата «Цезарь» готов. Вот так он выглядит. Теперь займемся подготовкой сухариков. Для них мне понадобится 5 ломтиков батона нарезанного. Это примерно 100 грамм. Вот так я их нарезаю. На разогретую сковородку отправляю буквально столовую ложку оливкового масла. И отправлю туда же зубчик чеснока. Я его разрезаю на пластинки, чтобы быстрее он обжарился и отдал свой аромат маслу. Долго его выжаривать не надо. Вот так он зарумянился уже. И я убираю его отсюда, чтобы потом не было его в сухариках. Ход на плите я убавляю на самый маленький. И отправляю сюда наши сухарики будущие. Можно приготовить их просто в духовке. Добавляю сюда итальянские травы или прованские, какие у вас найдутся дома. Кстати, если будете готовить в духовке, то сразу посыпьте специями и чесноком, тогда сушеным, сразу посыпайте, несвежим. И не забывайте перемешивать, если готовите на сковороде. Также я немного присаливаю сухарики, они тогда еще вкуснее становятся, когда в салате. И обжариваю до румяности, вот так. Наши сухарики готовы. В сковородке я разогрела растительное масло без запаха. И отправляю туда наши креветки. И слегка их буду обжаривать. Недолго, буквально прям пару минут. Лучше не отходить, пока жарятся креветки, потому что это происходит очень быстро. Важно не пересушить их. Все, наши креветки готовы. Убираем с огня, выключаем газ и убираем с огня. Для салата я также беру салат айсберг. В нашей семье любят больше этот салат. С салатом Романа как-то не очень у нас сложилось. Детям не нравится он. И еще я не режу листики очень крупно. Так, чтобы было удобно их есть. Дети всегда просят, мама не режь, как в ресторане крупно. Им так удобнее есть, когда они не слишком крупно порезаны. Так нарезаю весь салат. Теперь отправляю сюда помидорки черри, нарезаю пополам их. И сюда же в салат отправляю. И перепелиные яйца. Это уже дело вкуса. Чего вам нравится больше, кладите больше. Чего меньше, кладите меньше. Это реально то, что нравится вам. Листья салата я сразу заправляю соусом и перемешиваю. Немного лишь оставляю и потом уже в конце еще поливаю. А так, когда листья перемешиваю сразу с соусом, салат получается сочнее и вкуснее. Наверх оставляю пару ложек перед тем, как украшать его. Как бы раскладывать яйца, помидоры. Еще оставляю вот эти пару ложек перед ними полить, чтобы их на него уложить, на соус. И теперь уже дело вкуса. Как вам нравится, украшайте свой салат. Помидорки, сухарики. Все так. И сверху сыр пармезан посыпаю. Я покупаю уже готовый, тертый. Не мучаюсь с ним на терке. Теперь сверху раскладываю наши креветки. Я специально оставляю на креветках хвостики. Они тогда красивее смотрятся на салате. Ну, в принципе, если вам не нравится, можете их тоже поснимать. Ну вот. Один из самых быстрых и самых вкусных салатов готов. Посмотрите, какой он аппетитный. Ну вот такой красочный, яркий, нарядный цезарь мы сегодня с вами приготовили. Не забывайте, что впереди праздники длительные. Это кажется, что они еще далеко. А сейчас мы с вами не успеем оглянуться и будем праздновать Новый год и все-все-все остальные последующие праздники. Так что у вас еще есть время попробовать этот вариант салата. Как он вам на вкус. Испытать его, как говорится. Написать мне ваше мнение. И потом на Новый год с чистой совестью и спокойной душой приготовить. Ну, а я на сегодня хочу с вами попрощаться. Сказать всем большое спасибо за подписку, за лайки, за добрые комментарии. Я желаю вам мирного неба над головой, здоровья и всего самого-самого наилучшего. Будьте счастливы. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok